На законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 49-е заседание. Парламентарии рассмотрели более 20 вопросов. В частности, были приняты изменения в закон о патентной системе налогообложения Ульяновской области. Тот законопроект, который был внесен в законодательное собрание, на сегодняшний день переработан фактически с нуля. То есть это не то, что хотели обложить всех одинаково, чтобы, допустим, владелец нефтевоза платил так же, как владелец парикмахерской. Это неправильно. Поэтому в течение суток закон весь переработали, исключили оттуда тот бизнес, который пострадал в период пандемии. Из закона также исключили сельские магазины, оставив для них минимальную налоговую ставку. Именно в таком виде депутаты приняли закон в двух чтениях. Что касается закона о налоге на имущество организации на территории Ульяновской области, в него были внесены уточнения. Когда предоставляли льготу по 150 квадратным метрам по оплате за торговые помещения, у нас некоторый крупный бизнес раздробили свои помещения, поделили на 150 квадратов, таким образом уходили от налогообложения. Теперь норма будет звучать так, одно юридическое лицо имеет право на 150 квадратных метров. О детальной работе фракции «Единая Россия» над законопроектом о патентной системе налогообложения Ульяновской области рассказал первый заместитель председателя законодательного собрания. Работали сейчас и с предпринимателями, и с экспертами, для того, чтобы те категории, которые действительно сегодня, допустим, с нефтяной отраслей на плаву, им, конечно, патент нужно вводить на платной основе, чтобы они пополняли, прежде всего, муниципальный бюджет. Те же категории в виде прихмахерских, в виде, так сказать, небольшого, совершенно мелкого бизнеса, под которым пандемия ударила очень серьезно. И сегодня пока с эти квадраты и с другими ограничениями они не оправились, конечно, от этой ситуации, продолжают в сложной ситуации работать. Для них налогообложение должно остаться без изменений. Проекты законов о патентной системе налогообложения и о налоге на имущество организации внес в законодательное собрание губернатор Алексей Русских. Докладчиком выступил глава Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области. С 2021 года налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения, получили возможность, ранее не предусмотренную налоговым кодексом Российской Федерации, уменьшать стоимость патента на размер страховых взносов за себя и за своих работников. В проектном законе предусматривается введение новой категории, то есть это сельские поселения. Для сельских поселений предлагается уменьшить стоимость годового потенциально возможного дохода с 10 тысяч до 1 тысяч за квадратный метр. Благодаря принятому закону ряд категорий малого бизнеса освободят от дополнительных налоговых платежей по патентам на 2022 год. Кроме того, депутаты законодательного собрания обратились к правительству Ульяновской области с предложением разработать меры поддержки для тех предприятий, которые, согласно новому закону, подпадают под новое патентное налогообложение. По итогам работы, например, в первом квартале, министерство проанализирует правоприменительную практику, как все идет, все ли правильно, все ли правильно, проанализирует и доложит на комитете у нас на финансовом, вот у Александра Викторовича. При необходимости будем смотреть, где вносить коррективы. Я думаю, будет правильно. На заседании народные избранники также обсудили еще ряд законов и изменений в законодательные акты Ульяновской области. Валентина Никонова, Герман Баранов, AllPravdaTV.